Мобильные телефоны перевести в левый режим. На всякий случай, чтобы не разбивать состояние. Ну что, скажите, кто из вас был на время убивался? Так, хорошо. Объясните мне, кто знает, чем тренинг отличается от лекции? Чем-чем? Практикой, а? А еще чем? Лекция, лекция это диалог, а у тренинг это, то есть наоборот. Наоборот, это аналог. Да, вышел лекар, открыл бумажечки, ля-ля-ля-ля-ля. Может уже и за человек остался, но это не волнует. Хорошо. Совершенно верно. Есть еще один момент, который действительно отличает тренинг от лекции, от семинаров. Это обратная связь. Да? Эннгры говорят про себя, мы живем от обратной связи. В том смысле, что если я что-то говорю, и вы понимаете, что я говорю, вы делаете так. И если вы не понимаете, что я говорю, вы не согласны, вы говорите вот так. Если возьмем вопрос какой-то, мы поднимаем руку и задаем этот вопрос. А вот эти два человека, да. Есть еще один вопрос. Здравствуйте, ребята. Берите себе пейджи, приплакнуйте эти ручки, которые лежат на канале. Получайте те фонды. Есть еще такой один момент, что на тренинге у нас есть такое правило. Мы говорим по очереди. То есть одновременно пять человек не рассказывают свою точку цели. Если вы хотите что-то сказать, то поднимайте руку и говорите. Если вам нужно выйти по очереди, то тут не нужно поднимать руку. Нужно просто тихонечко встать и уйти. На втором этаже, ну, смысле, на этаж ниже, у нас находится туалет. Да? Кто успел уже посмотреть? Кто-нибудь уже посмотрит. У нас три пирыба в течение этого дня. Два кофе-брейта входит на утепление. И один большой часовой перерыв. Перерыв будет, наверное, около двух часов. Как мы обычно делаем? Ну, плюс-минус. Есть еще такой момент. Обычно всегда мы оставляем за собой право немного смещать перерывы. Все это зависит от того, как его упражнение и как его располагается. Что еще есть позадок? До свидания. До свидания. До свидания. Обычно у нас практика идет до семи часов. И надо сказать, что, в этом смысле, вам не везет. В вашем случае мы наконец решили сделать практику до десяти часов. Потому что обычно тени у нас теперь идут с девяти до семи. Но мы не нужно перекомпоновать программу, чтобы позволить всю информацию, чтобы дать возможность людям на час больше поспать утром. Так. Ну что, у всех есть бейджеры, да? Я всем понимаю, как его зовут, если что. Да. Совершенно верно. Угу. Новый граф. Еще он состоит. Новый граф. Еще он состоит. Новый граф состоит из девяти ступенек. Сейчас у нас первая. А на девятой ступени у нас сертификация. Слышали мы это правильно, да? Нет? Не слышали мы точно. Вы пришли и не познакомились с программой. Сейчас мы находимся. Девятая ступень – это сертификация. То есть это фактически интеграция всех навыков, которые мы приобрели с обучением струи. После сертификации продаются сертификаты. Двух образцов. Двух образцов. Они почти ничем не отличаются, кроме одного момента. В некоторых сертификатах написано «сертифицированные практики», а в некоторых сертификатах написано «прошел», какого-то количества часов курса и на три года. Вот и все. Зависимы критерии получения сертификата. Скажите, кому важен сертификат? Поднимите, пожалуйста, второй. Три человека. Хорошо. Берется. В общем, на этой ступени вы получаете сертификат. Тренеры определяют, насколько… То есть это большая сессия. Тренеры определяют, насколько строились навыки, насколько человек владеет инструментариями долгами. На сегодняшнюю ступень… А, есть еще такой момент, который я вам не сказал. Оплата тренинга у нас на первом перерыве. Первого дня. То есть 15-ти минутный перерыв. Вы подходите к Алене, с которой вы уже все знакомы, наш менеджер. И вносите свой взнос в развитие навыков. Есть еще один человек, который я вам хочу представить. Это Сергей Коломец. Кто там сзади незаметно усталит. Да. Это наш летописец. Я его так сказала. Он что-то снимает, фотографирует. Если вы захотите получить какие-то фотографии, можете к нему обращаться. Если вы хотите, чтобы вас не фотографировали, там, вы никогда не снимаете, то тоже зайдите к нему и скажите, что вы не хотите попадать в карты. Он тогда с этим что-то сделает. Ну что, в общем, да, есть еще одно правило. Мы можем отчислять участников по своему усмотрению. Это никак не связано с успеваемостью. С возвратом денег. Ну, такие вот. А с чем это связано? В чем это дело? Это связано. Мы взяли на силу слева, с ним и снять это. Мы отчисляем без объяснения. И я вам сразу скажу, что такие случаи очень редко действительно бывают. Но, поскольку они случаются, то моя задача вас об этом предупредить. Ну что, что-нибудь еще по организационным моментам есть? Что-то хочется спросить? Маршрутка есть здесь, чтобы дальше активировать? Да. Я, насколько знаю, маршрутки здесь, вот, например, на конкуренте энергетической, они не ходят. Но там от Московского проспекта, конечно, там все ходит. Как сюда добираться? Ну, у нас участники обычно уже после первого занятия, они уже как-то компонентик, то на машине там доводят товарищей дома Московского проспекта и вопросов это решается. Что еще хочется спросить? Организационные моменты. Ничего? Все? Все понятно, да? А родине его семинара можно потом приобрести? Я не знаю. Приобрести? Да. Да. Конечно. Это такой вопрос. Мы уже обращаемся к Сергею Клонюсу. Он вам все задаст наш. Да. Вот еще и такое момент, которое я как-то вам сказала. У нас так принято, что тренеры дают определенные инструкции в чётком уровне, в упражнениях. Эти инструкции тщательно прописаны, на них отводится определенное время, и мы как тренеры несем ответственность за то, что если вы будете выполнять эти инструкции, вы получите некий навык. Если внутри упражнения вы решили, что, ну, это, может быть, можно вот так переделать, это сюда, это сюда, а я забыл, то тогда вы делаете какое-то свое упражнение, и ответственность за результаты бежит опять одиноказ. У нас тут разные посторонние звуки, это пока. Хорошо. Давайте сейчас очень быстро сделаем первое упражнение, но при практике. Готовы? Вы там все притихли, что-то забрали. Я вас напугалась. Я точно стращаю. Будем чистать, будет сертификация, там, то, и все это, и все это, и все это. Это все необходимые факты. А света больше? Света больше можно попробовать сделать. Сейчас мы посмотрим, как это все. Вот так достаточно? Я езжу. Когда вы лечите? Нет. Здесь вы тоже прошли, а вы тоже под вечер. А пока достаточно этого обеда, да? Скажите еще такой момент. Вам тепло? Да? Если кто-то предложит, у нас там есть уход, можно его включить и перейти на дорогу. Да. По поводу обедов еще я хотела вам сказать, что вы можете у Алены можно заказать обед в Екитория, там, не знаю, там, муки, что-то, то, что вы закатите. И нам сюда это поставляют. Либо недалеко тут находится Московский проспект, на котором масса разных заветений, где можно атакировать. Ну что, перейдем к упражнениям. Хорошо. Упражнение очень сложное. Называется оно знакомство. Вы сейчас поделитесь на пары. Пока сейчас вы не приходили, но мало знакомы. Наверное, никто бы совсем не знаком. И ваша задача будет вашего партнера рассказать вашему партнеру следующее. Кто я? Как меня зовут? Чем занимаюсь? Что? И чему жду? Откуда надо и так? Просто? Скажи мне. Вот так да, вот так нет. Я вижу, что я буду делать. А третий вариант? Не очень. Не очень. Не очень. Значит, уже отбористы что-то. Сохраняем. Вот эти три простых вопроса. Вы отвечаете своему партнеру на эти три простых вопроса. Кто я? Чем занимаюсь? Чего жду? Это нормальная практика. На все это. Потом обратно в сторону разумеется. То есть вы знакомитесь. На все это у вас ровно одна минутка. Поехали. Как только вы слышите... Я должен с ней знакомиться. Нет. Я должен с ней знакомиться. Ранее. Вот у меня, например, с Анной. Работает в парке. Я говорю, меня замклеют. Даже если я не замклею. Чего я жду до этого пункта? Я надеюсь, что участники будут получать те изгнения, которые они хотят получить. Отлично. В ответ моя мама рассказывает что-то о себе. Ну, то есть, хотите, если вы успеваете, это чуть более распространено. Понятно? Да. В парах ровно одна минута. Добавляю. Усё. Эти... Эти... Продолжение следует...